Мебель, оборудование для столовых, замена покрытия в коридорах и классах. Вопросы на сотни тысяч рублей. Это не считая косметического ремонта. Управление образования заключило 137 контрактов на покупку почти 50 тысяч учебников. Их общая стоимость порядка 20 миллионов рублей. Предстоит приобрести еще на 8 миллионов. В 2018 году школами заключаются контракты на поставку учебников непосредственно с издательствами, что позволяет избежать поступления контрафактов продукции. Еще одна весомая строка расходов – закупка семи школьных автобусов общей стоимостью 14 миллионов рублей. Сегодня в парке 31 машина. Их приводят в порядок в соответствии с требованиями госавтоинспекции. В школу на автобусах ездят почти 2,5 тысячи школьников. Для тех, кто добирается самостоятельно, в школах разместят специальные памятки, на которых указаны все светофоры и переходы поблизости от учебного учреждения. В свою очередь, дорожные инспекторы сообщили о недочетах, связанных с установкой знаков «Пешеходный переход» и «Осторожно, дети». Ограничителей скорости. Где-то их недостаточно, где-то знаки закрыты деревьями. Юрий Поляков поручил привести инфраструктуру в соответствии с требованиями. Протокол, пожалуйста, тоже заняться этим, довести до ума. Задача понятна. Надо торопиться. Время ограничено, неделя времени. Во всех школах города-курорта убедились в том, что работает пожарная сигнализация, идет модернизация системы видеонаблюдения. Почти 2,5 миллиона рублей выделили на ограждение школы номер 21 в станице Анапской. Помимо общеобразовательных, к 1 сентября готовятся и в учреждениях дополнительного образования. Там также заканчиваются ремонты. Все школы до начала учебного года проверит специальная межведомственная комиссия. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.